Воскресным утром в Кинишмини протолкнулся гостей со всех властей. Одни приехали на соревнования по плаванию, другие на фестиваль фермерских продуктов. На центральной площади выстроились палатки с товарами, сделанными в Ивановской области. Мясные деликатесы, натуральные колбасы, свежий мед прямо с пасеки, копченая рыба прямо из Волги. Сыры пользуются особым спросом. Фермер из Заволжского района делает сыр уже 9 лет. Прокачался до итальянского уровня. Мы изготавливаем такие сырочки замечательно. Качаковала, очень вкусная. Вот сегодня, видите, время еще обеда нет, а уже сыров не стало. И вот такой замечательный сыр, это Канистрата. Итальянский сыр, твердый, как пармезан, очень вкусный, козий. Козы свои. Если сам Владимир спец по итальянским сырам, то его супруга предпочитает делать французские. Например, камамбер. Выбрать самый вкусный здесь сложно. Каких только нет. Свою продукцию привезли и частные сыроварни, и Пучешский сыродельный завод. А вот кому лишний холестерин не нужен, отправляется в нору здоровья. Компания выжимает масло из кедра, льна, рыжика, овса, облепихи, черного тмина и, конечно, амаранта. Это очень известное растение, даже во времена Петра. Оно было очень популярным. К сожалению, со временем его немножко позабыли. Но Германия и Австрия очень хорошо его берут, именно этот амарант. Поэтому и производство маслопресса тоже у нас немецкое. К сожалению, китайские наши, отечественные, они могут давить эту культуру. Она не масличная. Там всего 2% выхода масла. Амарант компания выращивает в Воронежской области, а уже в Ивановской выжимает. Предприятие работает в Вичуге. Амарант содержит рекордное количество скволена. Это природный антиоксидант, который любители ЗОЖа между собой называют эликсиром молодости. Впрочем, один из основных залогов крепкого здоровья – употребление как раз натуральных продуктов. Чем хорошо именно Ивановская и производимая фермерами? Тем, что оно полезно, тем, что оно не содержит никаких вредных излишеств и нехороших излишеств. Тем, что оно вкусное, натуральное. Я стараюсь не пропускать ни одну ярмарку, где бы она ни проводилась. Потому что, во-первых, уникальная возможность приобрести свое. Второе – подключиться, так сказать, к помощи предпринимателям, потому что им тяжело выживать. Это правда. Фермерам нужна поддержка и продажа, а покупателям вкусные и натуральные продукты. Народный проект партии «Единая Россия. Выбирай свое» помогает как раз и тем, и другим. И гости сыты, и предприниматели не в накладе. Валентина Перекрестова, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс».